В представленных материалах имеются достаточные данные, свидетельствующие об обоснованности подозрений Быстровой в причастности к совершению предусмотренного законом уголовного деяния, в частности документы, отражающие задержание Быстровой, ее показания в качестве подозреваемого, протокол допроса в качестве подозреваемого Клусова. Судом учитывается возраст, состояние здоровья, подозреваемое семейное положение, регистрация постоянного места жительства, а также сведения, характеризующие Быстрова. Однако данное обстоятельство не является определяющим. При этом судом учитывается, что Быстрова органом предварительного расследования подозревается в совершении преступления, одной из которых в части 3 статьи 30 пункт АЖЗ, части 2 статьи 105 УК РФ, санкции которой предусматривают наказание в виде решения свободы от 8 до 20 лет, стадии производства уголовного дела, а также обстоятельства совершения указанного преступления, тяжесть преступлений, строгость, предусмотренная законом ответственности, дают суду основания полагать, что, находясь на свободе Быстрова, может скрыться от органом предварительного следствия и суда угрожать потерпевшим и свидетелям уходила, либо иным путем воспрепятствовать производству уголовного дела. Суд не принимает во внимание доводы ходатайства о возможности продолжения подозреваемой преступной деятельности, так как данных свидетельствующих об этом не имеется, суду не представлено. Вместе с тем судка соглашается с доводами подозреваемого его защитника об избрании Быстрова и более мягкого меры пресечения, в том числе домашнего ареста. Данные договоры сами по себе не являются безусловным основанием для вывода о невозможности избрания Быстрова и более мягкого меры пресечения в виде заключения под страду. Кроме того, избрание в отношении подозреваемой Быстровой иной мерами пресечения в начальной стадии расследования, по мнению суда, не исключит саму возможность для нее скрыться от органов следствия и суда, либо иным путем воспрепятствовать производство по делу, что не будет отвечать задачам уголовного судопроизводства. Кроме того, по уголовному делу продолжается формирование доказательств порядка задержания Быстровой, предусмотренные статьями 91-92 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, соблюден. Сведений о наличии у Быстровой заболеваний крепежствующих ее содержания в следственном изоляторе не имеется. С учетом изложенного суд считает необходимым избрать в отношении подозреваемого Быстрового мер пресечения в виде заключения под стражу. На основании изложенного руководства статьей 108 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации постановил избрать подозреваемого Быстровой Юлии Александровны в меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской области на срок 2 месяца, то есть до 21 мая 2018 года, включительно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова